Здарова, ребята, вы на канале ММА Ки-Зет. Пока все обсуждали долгожданный переход Жалгаса в элитный дивизион и возможный визит лучшего промоушена в Казахстан, впервые в истории отечественного ММА девушка-боец из нашей страны пополнила ростер UFC. Знаю, что новость не совсем свеженькая, но все-таки. Так, на чем же мы остановились? Ах да, Мария Агапова. Прошлым летом Маша могла стать не только первой девушкой, но и первым бойцом в истории Казахстана, кто подписал контракт с американцами. Но, если бы не то самое, поражение от американки Трейси Кортес на шоу Дана Уайта. Однако Мария не опустила руки, сразу подписала контракт с Invicta FC и провела еще два поединка, которые увенчались успехом. Сначала задушила американку Алекса Коннорса, а в крайнем бою ударом локтя отправила спать бразилианку Марии Лио Сантос. Ну а теперь, после того, как она подписалась в UFC, скорее всего будет штурмовать легчайший вес, где чемпионкой является Валентина Шевченко. Не официально, но по некоторым информациям, ее дебют может состояться как раз таки на первом турнире UFC в Казахстане. Но, друзья, это не точно. Сейчас она тренируется в легендарном зале American Top Team и даже успела подружиться с Юаной Йенджейчек. В своем пассе она поблагодарила земляков и фанатов, которые в свое время жертвовали ей деньги. На них девушка снимала жилье в США и покупала еду. По словам Марии, за это время она поняла, что не все люди, которые тебя обнимают, являются друзьями, и не все люди, которые тебя избивают, враги. Вот так вот, друзья. А мы поехали дальше. Совершенно неожиданно всплыхнул скандал между казахстанским топовым бойцом Артемом Резниковым и журналистом из России Азаматом Бастановым. Сейчас, ребята, все раскидаю. Так вот, все началось с того, что Артем Резников в интервью пресс-службе ACA и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против опытного Хамзата Аушева на турнире ACA 105, а также рассказал, с кем бы хотел разделить клетку в будущем. «Я неоднократно заявлял, что хочу встретиться с Юсуфом Раисовым. Мне интересен этот поединок. У Юсуфа неплохая ударная техника, хорошо бьет руками, в неплохой физической форме, и можно отметить его борьбу. Слежу за его карьерой. Конечно, с каждым поединком он развивается, как и все выступающие бойцы», заявил Артем. Эти слова Резникова были опубликованы на официальной странице ACA в Инстаграме. И ни с того ни с сего Азамат Бастанов, тот самый журналист из мира единоборств и чьи видеоролики охотно смотрят зрители, оставил недопустимый комментарий в адрес Артема Резникова. «Это что за покемон?» написал Азамат, а потом спустя пару часов удалил коммент. Хотя я вообще не понимаю, зачем писать, если все равно удалишь потом. Но, как говорят в народе, интернет помнит все. Такой выход журналиста не понравился нашему бойцу, и он тут же обратился к Бастанову. Всех приветствую. Мне многие люди скидывают комментарии Азамата Бастанова под моим интервью, где меня спросили, с кем из топ-10, кто входит в топ-10 ACA, я хотел бы разделить клетку. На что я ответил с Юсуфом Раисовым. Азамат Бастанов, журналист, за которым люди смотрят, смотрят его контент, он публично оскорбил меня, назвал меня покемоном. С точки журналистики, мне кажется, он не должен позволять был себе таких комментариев. И с мужской точки зрения, человек не может оскорбить другого человека просто так. И я с уверенностью могу тебе сказать, после твоих слов мой адрес, я могу тебя оскорбить. Азамат Бастанов, ты просто черт. И все. Вот так я могу сказать. Вот так называется. Я не понимаю, почему так сделал Бастанов, тем более профессиональные журналисты допускают такое. Ну, в общем, для меня это темная сторона леса. Ну, а чтобы хотя бы предположить, почему он так сделал, нам нужно переместиться в комментарии и узнать мнение экспертов. А так, спасибо, что посмотрели выпуск. Поставьте лайк. Не забудьте подписаться, если этого не сделали. И включите колокольчик. С вами как всегда был ММА Ки-Зет. Всем пока.